Киров, Тюмень, Саратов, Ханты-Мансийск, Саранск и Красноярск. Команды из этих городов на днях съехались в Киров. На площадке спорткомплекса Гуманитарного университета проходит заключительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги. Почти все участники соревнований – спортсмены по два метра ростом. Елизавете Халиковой волейболисты доказали – и невысокий рост игре не помеха. Кировская «Динамо» ВятГКУ и «Саратовский энергетик» сегодня встретились на площадке. Обе команды, по мнению судей, играют на равных. И у каждой есть шанс победить. Правда, в эти дни волейболисты борются не за медали из драгоценных металлов, а за места с 12 по 17. Как объяснили руководители кировской команды, в борьбу за первые места волейболисты не могут включиться из-за недостатка опыта и маленькой зарплаты. Нужно докомплектовать игроками. У нас эти игроки в городе есть, но в связи со сложным материальным положением в команде они вынуждены были перейти на работу, то есть совмещают работу и тренировку. Если бы не имели возможность им достаточно зарплату платить, команда играла бы, конечно, по-другому. Чтобы играть в высшей или суперлиге, волейболисты начинают тренироваться в раннем детстве, когда еще не ясно, какой рост будет у спортсмена, когда он вырастет. Так что на площадке встречаются игроки как высокие, так и нет. Невысокие спортсмены носят отличную от других форму, а их волейбольное амплуа называется либера. Это игрок, который играет только в защитных действиях. То есть он выходит на площадку для игры в задней линии, к сетке он не выходит. Когда приходит очередь выходить его к сетке, его просто замещают. Вот поэтому для игроков, которые не обладают высоким ростом, есть возможность все-таки проявить себя в волейболе, в защитных действиях. Проявлять себя волейболисты из разных городов страны будут до 5 апреля. Тогда определятся победители и будет составлен рейтинг команд в зависимости от числа побед.